Всем привет, с вами инженер электрик и Кимов Игорь. Как максимально быстро зачистить изоляцию с провода? Лучше всего для этого подходят автоматические стрипперы. Сегодня будем рассматривать универсальные клещи стриппер от компании GVDA, обзор приборов которой я делаю не в первый раз. Они работают как автоматический съемник изоляции, как кусачки, как обжимник клейм для автомобиля и как бесконтактный индикатор проводки под напряжением NCV. Продаются они в двух вариантах, как отдельные клещи, как у меня, а также с набором наконечниковых стяжек. Ссылка на клещи есть в описании. Если вас интересуют инструменты и приборы для электромонтажа, то подписывайтесь на канал и жмите колокольчик. Особая благодарность за ваши лайки и репосты. Тут клещи снимают изоляцию. Тут находятся кусачки. А здесь можно обжать наконечники для проводки автомобиля. А тут находится бесконтактный индикатор проводки под напряжением NCV. Данный инструмент похож на съемники изоляции других фирм, но в нем губки изготовлены из легированной стали целиком, что позволит этому инструменту работать долго. Этим винтом регулируется усилие, с которым удерживается изоляция при съеме. Я достаточно сильно его затянул, чтобы можно было зачищать большинство проводов. Но если у вас не хватает усилия, чтобы снять изоляцию или наоборот повреждается, так как проводящая жила, то этот винт нужно регулировать. При этом регулировка не зависит, какого сечения у вас провода. А больше зависит от толщины и жесткости изоляции. Есть такой упор для проводов, чтобы можно зачищать провод на определенную длину. Этот упор можно убрать, если он вам мешает. Лично я обычно этим упором не пользуюсь. Данный стрипер отлично подходит для бытовых нужд, для ремонта автомобиля. Но если вы собираетесь заниматься профессиональным электромонтажом, то я рекомендую обзавестись стрипером посолиднее. Об одном таком стрипере я буду делать позже обзор. Подпишитесь на канал, чтоб его не пропустить. Давайте посмотрим, как работает инструмент на практике. Главная его функция это съемник изоляции. Провода с мягкой изоляцией он зачищает легко. Вот например берем провод ШВВП, закладываем провод, сжимаем ручки и как видите провод зачищен. Внешнюю изоляцию он снял. Теперь зажимаем сразу оба провода и счищаем изоляцию сразу с двух проводов. Несколько секунд и провод полностью зачищен. Также легко зачищаются одиночные многожильные провода. Вот к примеру провод ПВ3 с сечением 6 мм квадратных. Давайте его откусим, зажимаем провод, сжимаем ручки и наш провод зачищен. Как видите жилы не повреждены. Давайте попробуем зачистить провод ПВС. Вот закладываем провод, сжимаем ручки. Как видите внешняя изоляция зачистилась легко. Снимаем. Также мы можем зачистить оба провода сразу. Изоляция и жилы провода не повреждены. Кто пробовал зачистить провод ПВС ножом знает, что это не простое занятие. А как насчет кабелей, которые применяются в электромонтаже. Например в ВВГНГ. Вот у меня кабель три на полтора. Зачищаем. Вот я снял внешнюю изоляцию. Зажимаем сразу три провода. Вот я снял изоляцию сразу с трех проводов. Как видите и изоляция и жилы не повреждены. А вот кабель три на два с половиной. Давайте его обрежем. Вот я его обрезал. Давайте его попробуем зачистить. Как видите зачищается внешняя изоляция с трудом. Вот я зачистил. Давайте попробуем снять изоляцию с трех жил одновременно. Он также изоляцию с трех жил снимает с трудом. То есть работать с этим стрипером с кабелем три на два с половиной ВВГНГ уже становится сложно. С одних кабелей он хорошо снимает внешнюю изоляцию, а с других не с первого раза. То есть если будете монтировать кабель на объекте, то лучше проверить как зачищается кабель прямо на рынке перед покупкой. И это касается не только данного стрипера, но и других стрипперов, которыми вы пользуетесь. За свою практику я повидал много разных проводов и кабелей. И жесткость и толщина изоляции у них разная. Вам могут предложить на рынке кабели с очень жесткой изоляцией. Или когда изоляция проводов буквально приклеена к внешней изоляции, как в этом кабеле. Тогда не только автоматическим съемником изоляции, но и ножом такой кабель зачистить проблематично. Если вы встречались с такими трудностями при работе с автоматическим стриппером, то пишите об этом в комментарии и как эту проблему преодолевали. Я планирую через некоторое время сделать обзор данного профессионального автоматического стрипера. Если этот бытовой стриппер с трудом зачищает кабель 3х2.5, то этот может снять изоляцию с кабеля 3х6. Правда он стоит 1,5-2 раза дороже, но это слегка окупится при использовании в профессиональном электромонтаже. Подписывайтесь на канал и жмите колокольчик, чтобы это видео не пропустить. Удобно, что тут есть кусачки для проводов. Как видели, кусают они провода хорошо. Откусил, зачистил, подключил провод. А вот то место, где инструмент обжимает наконечники для проводки автомобиля. С процессом обжатия наконечников данные клещи справляются хорошо. Но для автомобильных наконечников я рекомендую использовать профессиональные клещи. Данный инструмент можно использовать для проверки наличия напряжения в щите. Для этого переворачиваем съемник изоляции. Вынимаем отсюда пленку, которая была заложена производителем. И проверяем работу датчика. Для этого нажимаем на красную кнопку. У нас прозвучало два гудка. Два раза загорелся светодиод. Это показывает, что датчик готов к работе. И чтобы проверить наличие напряжения, нажимаем на красную кнопку. Как видите, у нас показывает наличие поля. Чем ближе приближаем, тем чаще загорается светодиод и звучит сигнал. Относим. Сигнал пропадает. Выключаем. При этом желательно проверить на отсутствие напряжения в кабеле перед тем, как его перерезать или перед тем, как производить работы в распаечной коробке или щите. Иногда этим приборам удается найти провод в стене под напряжением, если он расположен близко к поверхности стены. Лучше для этого использовать специализированные приборы. Здесь нет выключателя для отключения поиска магнитного поля. Поэтому кнопка может при хранении нажаться и батарейки разрядятся. Или прибор начнет пикать там, где это не нужно. Как это выключить? Или нужно сохранять защитную пленку. Но я пользуюсь следующей хитростью. Просто одну батарейку переворачиваю и ставлю крышку на место. При этом ток через схему идти не будет и батарейки не разрядятся. Если нужно включить поиск магнитного поля, я снимаю крышку и батарейку переворачиваю обратно. Отключаю и могу пользоваться. Переворачиваю и в таком виде я данный прибор могу хранить. Как видите, прибор не включается. В общем я доволен, что у меня появился данный инструмент. Особенно он хорош для мелкого бытового ремонта. Ремонтирую шнуры бытовых приборов, удлинители, для зачистки проводов внутри бытовой аппаратуры, для зачистки проводов в автомобиле. Для профессионального электромонтажа у меня есть другой стриппер посерьезнее. Хотя для мелких работ по электромонтажу и этот стриппер может помочь. Пояс магнитного поля пригодится, если с собой не взял мультиметр с этой функцией. Если у вас старый мультиметр, то наверняка этой функции нет и данные клещи будут не лишними. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях. Можете их задать продавцу. Ссылку я оставил в описании. Расскажите, каким автоматическим стриппером вы пользуетесь сейчас и насколько он вам нравится. Также расскажите, что вы думаете об этом стриппере и насколько вам будет полезна в нем бесконтактная функция поиска электрического напряжения. Поделитесь видео с теми, кому оно было бы полезно. Подпишитесь на канал и жмите колокольчик, чтоб не пропустить новые видео. Жмите лайк и до встречи в новых и старых роликах.